Здравствуйте, мои дорогие! Ирина Бьёрна, «Молодильные яблоки» и «Белкниги» в гостях у Сан-Луи-Бэй. Это такой небольшой город, который входит в 10 самых притягательных городов Америки. И тут проходил такой праздник, который называется Марти Грау. Он в Нью-Орлендсе, он в одно время, здесь он в другое время. Вот он был в этот уикенд. И вы, наверное, видели, было много-много людей. И мы стояли на таких машинах, которые были покрыты специальным рисунком, и раздавали вот такие вот бусы. И тот человек, когда я бросаю эти бусы, и тот человек, который ловит, это символизирует, что с неба приходит сокровище. И если они поймают эти бусы, это значит, что они будут счастливы в этом году. И такие бусы, они разных цветов. Мы их накупили очень много. Они сделаны в Китае, все эти бусы. И некоторые я умудрялась так кинуть, что одевались на шею. И тогда люди благодарили и говорили спасибо. Очень большое у меня будет счастье в этом году. Но собралось около 25 тысяч человек. И мы, наверное, каждый человек раскидало около 10 килограмм этих бус разных цветов, разного качества. И вот у нас, видите, вот такой... Я была... Кру, тут написано Кру. Это значит, у нас такая команда, которая называется Эрос. И я принадлежала этой команде. У меня было платье, которое было... Это королева Саба символизирует, с серебряной ленточкой на голове. Что значит этот праздник? Этот праздник значит, что перед периодом, когда 40 дней Великого Поста, это очень большой праздник, чтобы люди вжились в разные образы, чтобы они поверили, что будет чудо. И вот это чудо, это называется еще Марти. Марди – это значит среда. Грас – это значит жирная. Жирная среда. То есть ты можешь все, что угодно есть, все, что угодно пить. Потому что дальше это 40 дней Великого Поста. Это флаг вот этого общества. Видите, вот тут вот морские коньки и две русалки. Называется Нередис. Нередис – это значит русалочки. Я была одной из этих русалочек, на машине ехала, и около 10 километров стоит толпа, очень большая, и все кричат биц, биц, бусы, бусы. И мы бросаем, но если бусы бросаются на дорогу, попадают, они их не берут, потому что они должны быть как с неба. И ты стоишь, как святой человек, и даешь сокровища людям. Разбрасываешь эти сокровища, и люди ловят с благодарностью. Столько улыбок, столько хороших лиц, очень хорошая традиция. И, конечно, люди, которые на этих машинах, они затратили деньги. Как я говорила, это общество. Оно таким образом сделано, что все туда вносят деньги, и потом уже строятся вот эти машины, все делается сами. И люди танцуют. Потом мы танцевали. Очень хороший оркестр был. Дженни Браун, очень незнаменитая певица, приехала. Она у меня тоже на пленке. Посмотрите, как мы танцевали. Мы танцевали танец, который называется line dance. Все вместе, одинаковые движения, и потом переворачивается по квадратам. Очень хороший. И был очень хороший. Она была как хореограф. Потом люди кушают. Это называется sharing, то есть давать всем все. И в следующий день начинается Великий пост. Он начинается не в этот, он начинается у них в следующий уикенд. Это традиция католической церкви, так же как в русской. У нас есть Масленица, а у них есть Мартигра. Если у вас когда-то есть возможность поехать посмотреть, посмотрите. Или просто, может быть, один день. Помните нашу передачу «Магический камень»? Вы можете сделать свой камень счастья. Написать там все и подарить своему соседу. Потому что когда люди дарят что-то другому, это значит, что этот человек никогда не сделает что-то плохое с вами. Он всегда будет помнить о вас. И с благодарностью смотреть на этот или камень. Или, например, они тут делают, покупают винные бокалы. И на бокалах делают там разные, написано, что я вас люблю и так далее. И камушки прикрепляют и дарят эти бокалы всем кругом. То есть традиции. Или вот эти бусы, которые на мне. Это вот они дарят эти бусы. Мартигра – очень хороший праздник, как наша Масленица. У каждого народа своя традиция. Мы любим свои традиции. Но мы должны знать тоже традиции других людей. Когда я путешествую, я принимаю участие во всех традиционных праздниках, которые в этом месте, чтобы узнать лучше людей, чтобы понять их и чтобы полюбить их. Встретимся опять. В новых историях я пишу все мои истории. Это они правда. Там, конечно, есть немножко сюжет, что сказочный сюжет. Но они основаны на всех правдивых историях. Все, что вы читаете, это произошло с людьми. Ну, конечно, там есть немножечко и фантазия для того, чтобы было интересней. Встретимся в следующий раз в нашей школе. Школе здоровой жизни и прекрасных здоровых людей. Мужчин и женщин, детей и пожилых людей. Всех людей мира. До свидания. Встретимся опять. Вот это знаменитый бокал королевы. Видите, тут написано «королева». И она приклеила вот такие вещи. Видите, вот такое простое решение. И в то же время она сделала, когда она была королевой, она сделала около сотни таких бокалов блестящих. И подарила всем людям. Это тоже, конечно, все это деньги. Поэтому быть королевой – это дело дорогое. Но с другой стороны, если у вас есть возможность кому-то помочь, всегда помогайте. Это очень важно. Видите, тут написано, что королева у русалок она была. И белкниги – книги для хороших людей, которые знают хорошие секреты. До свидания.